Выездное заседание парламентского комитета по вопросам соцполитики состоялось в Киевской области. В Переяслав-Хмельницкий приехали исполняющие обязанности главы комитета Сергей Каплин и нардепа Топоблока Наталья Королевская. Где побывали и о каких проблемах им рассказывали об этом в нашем материале. Это городская больница Переяслава-Хмельницкого. Она в этом городе центральная. Нардепы отметили, что приехали в Хмельницкий не инспектировать. Наоборот, выслушать предложение и даже критику, чтобы адаптировать реформы под социальные стандарты. После таких заявлений медики признались, что медреформой откровенно недовольны. Претензии есть и к системе, и к оплате. Не нужно спешить с медической реформой. Нужно сегодня выяснить статус, который будет иметь лекарня. Сегодня ставка сантехника иногда бывает выше от початковца лекаря. После услышанного нардепы направились в управление соцзащиты. Там говорили о субсидиях. Именно этой темой обеспокоены многие украинцы. Все вопросы идут по субсидии. Сейчас много переформляют документы. Много таких ситуаций, что люди стыкаются так, что не можно их вырешить. В области более 30% тех, кто получает субсидии, могут утратить право на льготы. Это примерно 70 тысяч человек. В этом, говорят чиновники, виноваты несовершенное законодательство. Сама же служба со своими задачами справляется. Нардепы посетили и пенсионный фонд. Его глава рассказал, что всего в Переяслав-Хмельницком районе 35 тысяч пенсионеров. Кроме них, на учете 13 тысяч переселенцев. И это не считает чернобыльцев и военных. Ни в пенсионном фонде, ни в соцслужбе сотрудников не хватает. Главная мета, которая была поставлена в пенсионный фонд в области, когда мы совершили реформование наших структурных подразделений, чтобы эти реформы не насчетили людям. Из-за низкой зарплаты соцработники уезжают за границу, признаются местные. Исправить ситуацию должны парламентарии. Уверен и у главы комитета по вопросам соцполитики. Сергей Каплин заявил, что социальная и медицинская реформы – приоритетные вопросы на сегодня. Я ставлю двойку сегодня, Супрун, за проведение медической реформы. Мы получили просто эксперимент. Эксперимент, который уже на старте провалился, и от которого будут страждаться много людей. И я еще раз наголошу, что наш комитет берет под контроль все социальные аспекты этой реформы. Мы проведем на следующем неделе спольное заседание Комитет обеспечения охраны здоровья и нашего социального комитета. Результатом сегодня выездного заседания будет подготовлен проект постановления. Он будет зарегистрирован в парламенте. Будет состоять из трех блоков. Это субсидии, это медицинская реформа и общественный сектор. Наша задача сегодня защитить социальную сферу страны. Документ будет направлен на рассмотрение в Раду уже в ближайшее время. Кроме того, оппозиционный блок инициировал представление о признании медреформы неконституционной. Политики планируют подобные выездные заседания проводить систематически. В таком формате посетят и другие области. Юлия Жешко и Андрей Ярковой. Подробности телеканал Интер.